Солнечным июньским днём 1947 года американский самолёт-разведчик вёл аэрофотосъёмку в районе горы Арарат, неподалёку от которой тогда сходились турецкая и советская границы. Когда фотографии проявили, на снимках западного склона обнаружили аномалию. Это необычный для формы горных пород продолговатый предмет длиной около 160 метров. Одни решили, что это фюзеляж упавшего авиалайнера. Хотя таких больших самолётов никто и никогда не выпускал. Другие на фотографиях усмотрели подводную лодку. Но откуда она там? Неожиданно появилась ещё одна версия. Это же Ноев ковчег. Легендарный корабль, на котором, согласно Библии, Ной спасал себя и божьих тварей во время всемирного потопа и после 150-дневного плавания причалил именно к горе Арарат. Версия напугала военно. Данные авиаразведки засекретили, а снимки передали в особый отдел. Получив копии аэрофотосъёмки, специалисты подняли весь исторический архив этой области и обнаружили любопытную информацию. В 1840 году в районе Арарата произошло мощное землетрясение. В результате часть горы была разрушена. Спустя пять лет на Арарат отправилась экспедиция, чтобы оценить последствия природного катаклизма и обнаружила нечто невероятное. На склоне наиболее пострадавшим от землетрясения был ясно виден след от какого-то огромного сооружения, сползшего вниз. Там же были найдены почерневшие от времени деревянные балки, похожие на детали от крупного судна. На месте было высказано робкое предположение. Это останки легендарного корабля Ноэра. Позже о находке написала британская газета «Профитик Мессенджер». Однако вместо того, чтобы побудить учёных и археологов к поиску ковчега, информация оказалась практически незамеченной. Газетную статью никто не принял всерьёз. Альпинисты и раньше покоряли знаменитую вершину, в том числе и с целью поиска библейского ковчега. Но никогда и ничего не находили. То же самое заявляют и современные исследователи. Издалека смотришь, ковчег угадывается. Подбираешься непосредственно к тому месту – ничего нет. Мистика какая-то. Сверхзагадка. Газетная статья из английского издания всё-таки не осталась без внимания. Она попалась на глаза архидиакону Несторианской церкви Нуре. И в 1893 году он отправился на Арарат. После восхождения архидиакон заявил, что он обнаружил ковчег. Корабль сделан из толстых досок тёмно-коричневого цвета и размеры вполне соответствуют указанным в Библии. Заявление архидиакона о находке сразу же было подвергнуто критике скептика. При этом большинство из них утверждали, что Ноева ковчега не может существовать в природе в принципе, так как это обычная легенда, не подкреплённая никакими научными фактами. Библейскую историю о Ное можно считать аллегорией или художественным вымыслом, если бы не ряд поразительных фактов, ответов на которые нет даже у учёных. Например, как объяснить, что о потопе и ковчеге с божьими тварями было известно за много веков до христианства и в самых разных уголках Земли. В эпосе народов Европы, Азии, Америки, Австралии учёные-этнологи обнаружили более 200 легенд о потопе. Сюжеты поразительно схожи в деталях. Дэвид Кранц в истории Гренландии пишет. «Почти все языческие народы знают кое-что. Первые миссионеры слышали от гренландцев, что мир был когда-то уничтожен потопом. И все люди, кроме одного, утонули». В подтверждение тому, что потоп поглотил всю Землю, гренландский эпос указывает на множество раковин, останков рыб и китов, которые исследователи находят на холмах и сопках. В 1871 году на раскопках древнего Вавилона археологами было обнаружено несколько зотен табличек с письменами древних шумеров. Они вошли в историю под названием «Библиотеки царя Ашурба-Непала». 12 табличек оказались поэмой о царе Гильгамеше. Сюжет состоит из рассказа одного из подданных царя по имени Утнапиште, который спас себя и свою семью от потопа, устроенного разгневанными богами. Например, в поэме есть такая фраза. «Я открою тебе, Гильгамеш, сокровенное слово Бога, который поведал мне. Снеси жилище, построй корабль, покинь изобилие. Заботься о жизни, богатство презри, спасай свою душу. На свой корабль погрузи все живое». Шумерская история про Утнапиште, как две капли воды похожи на библейскую легенду о всемирном потопе и Ноевом ковчеге. Разные только имена персонажей. Если открыть седьмую главу книги «Бытия», то там можно найти следующие строки. «И сказал Бог Ною, конец всякой плоти пришел, ибо земля наполнилась от них злодеяниями. Я истреблю их с земли». «Сделай себе ковчег, отделение сделай в ковчеге и осмоли его смолою внутри и снаружи. Возьми семью свою и животных, и птиц по паре, чтобы сохранить племя для всей земли, ибо через семь дней я буду изливать дождь на землю сорок дней и сорок ночей». Согласно библейской легенде, ковчег был сделан из крепчайшей древесины, имел вид прямоугольного ящика, состоящего из множества отсеков и трех этажей, в которых должны были поместиться, кроме семейства Ноя, по одной паре каждого вида животных. Корабль имел 134 метра в длину, 15 и 25 в высоту и ширину. Его водоизмещение было около 43 тысяч тонн. Значит, Ноев ковчег был чуть меньше знаменитого «Титаника». Ученые считают, что в основу легенды всемирного потопа легло резкое повышение уровня воды в Черном море примерно в седьмом тысячелетии до нашей эры. По христианскому летоисчислению, это произошло в 2242 году от сотворения мира. И разверзлись все источники великой бездны. И лился на землю дождь сорок дней и сорок ночей. И остановился ковчег в седьмом месяце, в семнадцатый день месяца на горах Араратских. И сказал Бог Ноя, «Выйди из ковчега ты, жена твоя сыновья, выведи из ковчега всех животных, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». В книге бытия указывается, до какого уровня поднялась вода во время всемирного потопа. До пятнадцати локтей над макушками гор. В пересчете на метрическую систему это семь с половиной метров. Возникает вопрос, каким образом ковчег Ноя мог причалить тогда к Арарату, если, согласно Библии, вода поднялась так высоко, что покрыла самые высокие горы? Или Арарат все же не был затоплен полностью? Есть еще один интересный момент. Некоторые исследователи полагают, что ковчег мог причалить не к самой макушке, а немного ниже. Или даже в седловине между Большим и Малым Араратом. Эти две горы расположены в двадцати километрах друг от друга. Тогда все встает на свои места. И удобный спуск с большой высоты для животных, и найденная на склоне оливковая ветвь, которую принес выпущенный на разведку голубь. Значит, можно предположить, что если ковчег реально существует, то находится на высоте около четырех тысяч метров, в районе вечных ледников. Если бы Ной причалил ниже ледяной шапки, деревянный корпус корабля уже давно бы сгнил. Хотя Ной, как свидетельствует книга Бытия, использовал для постройки очень прочный материал. Исторические документы свидетельствуют, что еще в дохристианские времена обитатели предгория Армении знали о корабле на вершине Арарата. Среди местных жителей ходили легенды, что смельчаки подбирались к останкам ковчега и соскребали смолу, которой был пропитан корпус. Из собранной смолы потом изготавливали целебные снадобья и амулеты. Но однажды сборщиков испепелила молния, и паломничество к кораблю прекратилось. Всех, кто потом предпринимал попытки подобраться к библейской легенде, либо разбивал паралич, либо они теряли рассудок, либо скоропостижно умирали. Современные искатели ковчега тоже ощущают на себе некий барьер, который ставит Арарат смельчакам. 1916 год. Группа русских авиаторов базируется в 50 километрах к северо-западу от горы Арарат. В один из обычных августовских дней в небо поднимается самолет капитана Владимира Росковицкого для воздушной разведки. Во время облета вершины он обращает внимание на гигантские очертания корабля. Была видна даже одна из створок двери. Сначала авиатора засмеяли, но позже отчет о полете отправили с курьером в Санкт-Петербург. Информация дошла до Николая II, и он приказал снарядить специальную экспедицию и найти то, о чем сообщил летчик. Более месяца 150 солдат карабкались на гору. По свидетельству очевидцев, Арарат всячески проявлял свой суровый нрав и сопротивлялся восхождению. Были постоянные сходы лавин и неперекращающиеся грозы над вершиной. Тем не менее, гора не смогла противостоять целой пехотной роте царской армии. Солдаты добрались до обозначенного места и обнаружили останки огромного корабля. Находку измерили, составили чертежи, сделали снимки. Были взяты частицы деревянной обшивки и смолы. Материалы тут же отправили в Россию, но там уже разразился февральский переворот, и все собранные артефакты бесследно исчезли в революционной суматохе. Часть офицеров, участвовавших в экспедиции, либо сошли с ума, либо скоропостижно скончались. Вот такой драматический финал оказался у этой экспедиции. Исследователи полагают, что забрать артефакты Сарарата невозможно даже силой и напором. И некоторые делают вывод. Гора не торопится раскрыть тайну, которую она скрывает под ледяной шапкой, потому что человечество не готово для осознания такой находки. Тем не менее, неутомимые искатели Ноева ковчега на Арарате не успокаиваются. Заявления о том, что библейский корабль найден, делаются с завидным постоянством. Курды, живущие в этой местности, утверждают, что в 1948 году, во время землетрясения, корабль буквально выдавило из-под земли. В этот момент окрестности озарил яркий свет, и корпус ковчега разделило на две части куском скалы. Летом 1953 года американский предприниматель Джордж Грин облетел гору на вертолете. В результате появились снимки и рисунки большого судна на половину ушедшего в лед. Спустя 9 лет он умер, а все оригиналы материалов пропали. 6 июля 1955 года альпинист Фернанд Навара со своим 15-летним сыном Габриэлем совершил восхождение на гору, отыскал Ноев ковчег и сообщил миру об этом открытии. Спустя некоторое время в печати появились фотографии, на которых ясно различимы очертания корабля. Но кроме снимков, других вещественных доказательств не было. Попытки восхождения на Арарат предпринимались до 1974 года, но не увенчались успехом. Потом Турция объявила этот район закрытым, сославшись на нахождение там постов наблюдений за линией границы. Позже альпинистам разрешили восхождение, но только на южный склон Арарата. Но там по определению ничего лежать во льдах не может. Зато другая находка в этом месте привлекла внимание искателей ковчега. Огромные камни, большинство из которых торчали на склоне в вертикальном положении. Камни имели отверстия искусственного происхождения. Исследователи предположили, что они служили якорями и через отверстия были привязаны к судну конопляной веревкой. И якоря эти необычные. Они, судя по всему, выполняли роль противовеса для ровного движения ковчега в шторм и страховали от переворота. Судя по размеру камней, корабль, к которому они крепились, был действительно грандиозным. Но тут возникла новая загадка. Якоря были найдены далеко от места, где по версии искателей лежит сам ковчег. Сохранилось уникальное видео, снятое четверть века назад известным археологом Роном Вайеттом. Ученый использовал металлоискатель, подземный радарсканер и химический анализ. Результаты оказались поразительными. Просканированный объект имел форму окаменевшей древесины, заостренной в носовой части и тупой скормы. Шпангоуты в значительной степени погребены в глине. Анализы показали, что органика древесины замещена минеральными веществами, но форма и внутренняя структуры дерева сохранились. Рон Вайт сделал вывод, что объект находится ниже того места, которое называли другие экспедиции. Возможно, останки ковчега отнеслось селевым потоком. И это стало следствием землетрясения 1948 года. При этом, полагают исследователи, все надстройки судна обрушились в корпус, превратившись в окаменелый со временем мусор. Таково еще одно свидетельство о существовании ковчега. Но для того, чтобы его подтвердить, необходимо найти сам ковчег. Существует предание, что Ноев ковчег нельзя увидеть и потрогать. Он явится людям только перед концом света. Легенда родилась в Средневековье. И связана она с восхождением на гору монаха Якоба, который несколько дней подряд пытался взойти на Арарат. Но каждый раз, когда просыпался утром, обнаруживал, что находится на том же месте, откуда начал свой путь. Однажды во сне ему явился ангел и передал кусочек от обшивки корабля. Ангел сказал, что ковчег откроется людям лишь тогда, когда сам Бог этого пожелает.